Только что выступить на одном конкурсе и сразу же оказаться перед необходимостью ехать на другой – серьезное испытание. Впрочем, юные дарования из Дыши номер два выдержали его достойно. Почти как взрослые оркестранты вынуждены ехать на гастроли после большого концерта. 22 марта в нашем городе, в Калуге, проходил конкурс духовиков. У нас участвовали 6 человек с нашего класса, практически все. Конкурс показал, что уровень подготовки духовиков очень слабый. Никому не дали первого места. Ну, я имею в виду медные, прежде всего, духовые инструменты. Ну, вот ребята заняли второе место, вот Семен третье место занял. Первого не было. Поездка в Тулу оказалась куда более удачной. Видимо, смущенные неудачи ребята сделали все, чтобы выступить на высшем уровне. Результат – два лауреатства в первой степени. У артиста Евгения Щетинчикова и трубача Валерия Усачева. Все-таки неудачи для творческого развития тоже нужны. Они – пробный камень будущих побед. Есть и небольшие секреты. Лучше всего удается сыграть произведение, которое юный музыкант выбрал сам. Журавель мне просто понравился, что она шуточная, как бы. А по пляжику она быстрая. А ведь Евгения играет всего первый год, и сразу такой успех. Кто-то скажет – повезло. Но все дело в опытном наставнике и упорстве самого музыканта. Тем более, что они с инструментом подняли друг друга с первого прикосновения. Сначала на фрейте, конечно, там чуть-чуть поиграла, а потом на альте. И он мне понравился. В родной музыкальной школе радостно встретили всех участников. Дома они делят на лауреатов и дипломантов. А потом пришлось вновь тянуться в череду репетиций и занятий в школе обычные. И там, и там действует принцип «день потеряешь, год не наверстаешь». Тяжело приходится, потому что я в школе уже шестокласс, я учусь с первой смены. Прихожу домой, и надо быстро переодеться и приехать на музыку. Ну, я все успеваю. Юный трубач Валерий Усачев признается, самым сложным было взяться за трубу после альта. На тульский конкурс он отправился с двумя произведениями композитора Щелокова, проводами в лагерь и детским концертом. Нынешняя победа стала для него реваншем. Но вряд ли успехи были бы такими впечатляющими, если бы не помощь и поддержка руководителя ребят Анатолия Александровича Свосина. Сам он признается, волнение почти не испытывает. Наоборот, ему приятно видеть воспитанников на сцене, он уверен в них. Впрочем, для тех, кто нервничает перед выступлением, у Анатолия Александровича есть универсальный совет. Об этом очень много сказано в своей книге. Вот наш выдающийся трубач нашей современности. Я с ним лично был знаком, дважды мы встречались. И он целую книгу об этом издал. Тимофей Александрович Дакшицер. Я пропагандирую все его методы, все его слова, часто говорю. Очень все просто. Надо знать на 150% свое произведение, свою пьесу, и тогда ты выйдешь и выложишь ее на 100%. Анатолий Александрович успокаивал нас, то есть мы волновались. И он делал все, чтобы мы расслабились и сыграли, как играем дома в Калуге. Ощутить разлитую в мире музыку вам желают Екатерина Кузьменко и Артем Соснин для Легко.